здравствуйте друзья следом за тушеным мясом мы не можем не попробовать консервированную рыбу я предлагаю попробовать вам 5 образцов из этих пяти образцов 4 это сами в собственном соку а пятое это сардиной васи я не буду долго вам рассказывать про нормативные документы и все остальное то что всем прекрасно понимаем что хорош продукт или нет говорят не этикетка не бумаги а говорит то что вы сами увидите банки то что мы попробуем что еще мы сегодня сделаем мы просто попробуем сопоставить то что написали производители на этикетке с реальным содержимым по массе нет то то есть массе содержимого потому что практически везде производители написали что масса не это составляет 240 граммов внимание это не масса рыбы масса основного продукта вот допустим здесь 121 грамм то есть ровно половина вот все остальное это вода бульон там до некие какие-то специи возможно соль но это в минимальных количествах безусловно вот поэтому давайте попробуем взвесить эту массу не то чтобы понять на самом деле здесь 240 грамм красная цена имеет у нас цену я бы даже так сказал минимальную до минимальную 124 рублей 99 копеек давайте мы начнем с нее чтобы всем нам было считается что если это собственная марка магазина к ним относится как ну что это делают по остаточному что-то можете банка и так друзья что ваш не дали передовалась про было нормально а потом какое-то какая-то нотка а потом какая-то нотка через черновящего заговорить какая-то забываться сшибается ног до что-то ну что шлейф более резки чем центральные как это сердечные здесь конечно вода 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 ой-ой-ой водички и маленькая такая это все но производитель нет не все но производитель говорил нам что здесь масса рыбы ровно половину содержимого этого банка взвешиваем 252 252 вот видите производитель 12 граммов нам целых подарил подарил да точно пустая тарелка но она весит вообще практически нисколько 14 14 а ну тогда наверно производитель нам не додари пожалуйста берите по кусочку это рыбы я тоже возьму чтобы знать хотя бы что вы оцениваете пробуем отзываемся пахнет она явно лучше чем вот прям вблизи чем издалека нормально она суховато но мне кажется это тот вид рыбы который в принципе сухой до своего ты должна быть заявлено содержание белков очень неплохой 18 граммов при 22 граммах жира на 100 грамм и соответственно 270 килокалорий ну то есть соответственно она достаточно такая ниже на мой вкус они пересолены консервы они все-таки это соленая еда часто ем рыбу она много чуть-чуть безвкусная чего-то вот не хватает она пресновато а чего тебе не хватает вот не хватает может быть специй лаврового листа именно рыбы слишком рыбный вкус понятно просто дело в том что здесь в составе заявлен только сама рыба и соль в отличие от тушеной говядины госта на консервированную рыбу не существует то есть производитель в принципе может положить туда и рыбы детей не царь больше на самом деле содержание вот как раз то о чем я говорил жидкости и основного продукта тоже не не регулируются поскольку поскольку жидкости может быть и половина как в этом случае вот то есть достаточно важно производитель поступать сам единственное чего конечно он по идее не может делать это заменять дорогую сайру более дешевые сардиной васи который на нее похоже однако русскачество ловила на этом отдельных производителя которых мы напишем вот замены были поэтому в принципе ну давайте мы не будем обижать производителя да ну утверждать что это вот именно сайра сложно ну вот скажите пожалуйста друзья вы купили бы такую рыбу за 124 рубля 99 копеек нет ну наверное рыбы маловато все таки если приготовить суп но мне кажется нужно как минимум 2 3 а тогда а тогда наверное да возникает резонный вопрос а может быть можно за 50 рублей купить что-то более даже приятно какая-то мясо какой-то меня раз уже за килограмм мяса и свежая рыба какая-то консервы все-таки это продукт он не должен мне кажется стоит да как по мне все-таки для меня солоновато слегка ну в общем даже вот аромат он конечно вот как бы не хочется после него пробовать даже дальше а что вот он тебе этот аромат о чем он тебе говорит извините пожалуйста ничто напоминаю зачем говорит он говорит о том что на тот взгляд рыба была не очень свежая возможно да какой-то вот затхлый вообще в принципе морские продукты вот эти они имеют свойства когда они там хранятся долго ли что-то очень резко и запах у них и он когда ты только открыл банку вот этот он прям вот аромат он прям в нос сразу ясно ну да собственно говоря да я вам потом один небольшой секрет раскрою друзья а пока предлагаю перейти ко второму образцу простите пожалуйста да это не 10-балльная шкала смотри от одного до вести 666 ира мне кажется 7 поставлю 5 не узнать куда писать да вот я тут понимаю да тут еще пока мы не определились второй образец это соли фишкал не можно попрошу тебя ее открыть вот тут все просто давайте попробуем вот пожалуй здесь до бульон примерно тот же самый но запах запаха нет резкого запаха нет там как только мы открыли банку студия наша заполнилась характерным резким ароматом жил запаха а здесь все таки вот это не пыхнуло а вот там наверно рыба маму ложка да нет здесь тоже держи здесь тоже делал они ну так вы блинку приличнее но здесь более более даже 1 1 1 взгляд уже видно что жидкости так сделаешь половину жидкости меньше 260 ну ты соответственно вычитываем опять-таки вот те самые 10-12 грамм на банку то получится что вполне себе 240 грамм и производители в коем случае нас не обманул пробуем но этот вариант сочнее насколько может быть в принципе сочнее там сайра нет резкого запаха помягче так по сбалансирование по сбалансированию но она стоит 195 рублей 99 копеек то есть это на 70 вот сколько ну да это на этот баланс да это практически на 70 рублей дороже чем предыдущая это прям существенная разница даже такое чувство что она пожирнее что да да она не такая сухая она лучше но вот готовы ли покупатели конечно платить лишние 70 рублей не знаю хотя рыбы здесь видно что больше жидкости меньше то есть это явно лучше поэтому я там ставлю я ставлю вот 8 тут написано сайра соль тут даже воды нет судя по всему в той тоже вода не заявлено было да 8 но тут ее было воды больше а рыбы меньше а здесь рыбы больше воды меньше совершенно верно да да хотя пишут что в собственном сахар за каким-то образом вот там он оказался оказался такой сочный что и выжимали видимо выжимали ну да видимо есть некий пресса которые не выживают ее собственный носок как впечатление очень вкусно ну понравилось конечно сравнению с первым вариантом сочная запах приятный и твоя оценка вот этой сайры 8 тани я соглашусь с димой я тоже поставлю 8 тоже 8 так как я сайру ем редко то в принципе я бы ее покупала потому что по соотношению жидкостью и рыбы здесь отличный свой такой баланс для тебя хорошо да вполне и она вкусная она не соленая она пахнет приятно она не сухая так что друзья образец номер три это также сайва в собственном соку выпущена под собственной торговой маркой сети магазинов магнит откроешь дима дима протрите девизы эти ваши дегустации ну ты же сам хотел попробовать видимо скорее всего производитель не очень думала нас потребителях потому что вообще хорошие банки консервные открываются легко и без брызгов все что открывается с брызгами тяжело ну значит это что-то не туда я кстати заметил что в этой банке она же была немножко такая вздутая в ней видимо что-то было такое либо слишком много продукта нет нет это был не воздух и в невидим слишком много продукта было возможно вот содержимое масса нет тогда который мы сейчас оценим да и его было больше чем был могло поместиться в банку с усилием как в раздутый чемодан а потом это соответственно всем дима к сожалению в руках взорвалось да поэтому ну надо отметить что запаха все-таки резкого как в первом варианте тоже нет будем я бы не сказал что он приятно попробуйте ну странноватый странноватый ну ладно но так знаешь да нет по моему такой рыбный выкладываю может быть приправочка там потому что много всякого там плавает жидкости тоже не угодно меньше чем в первом варианте кусочки большие да вот тут рынка была использована покрупнее пробуем жидкости немного тут большая остановить чё паха но попробуйте сами только крошечный кусок пожалуйста по запаху ничего я не чувствую на таком откусил кусочек нибудь ты кашня творишься и откусила но вку ну что я ничего не чувствую она горькая горькая горько если честно я просто боюсь дожевывать вот мне только что она тухленькая она горькая очень когда ты ее открывал и вот этот произошел такой взрыв ну это все-таки значит там шли процессы брожения до что банку немного разнесло вроде как свежая рыба да но есть ее нельзя слушайте она еще зеленая какая-то на вид вот смотрите вот здесь она прям как какой-то слизи зеленый это жирок может быть какой-то может быть запаха не то в за какой какой страны ваши оценки ну ноль конечно мы же не смогли попробовать ира ноль да ну два два ну что товарищ открыть вам секрет все три предыдущих образца были выпущены одним и тем же предприятием для разных торговых марок все три образца были изготовлены о русский рыбный мир из города москва в том числе для сети магазинов пятерочка по брендам красная цена для бренда фишхаус и для торговой сети магнит все один и тот же производитель обратите внимание какая большая разница но вы знаете я наконец-то сам немножко в шоке потому что дело в том что сайр магнит самая дорогая всех она стоит 209 рублей 99 копеек и вот на самом деле я даже не говорю не про не просить не про что мне безумно жалко и человека вроде моя мама которая продаст 210 рублей принесет это домой откроет и окажется что это невозможно есть даже если не отравиться то супчик который бы испортит это будет просто какая-то некая субстанция хочу сказать что мы выбрал я те образцы которые встретились мне это все из из 3 образцов сайры продающихся в магазинах сетей центр торг магнит и пятерочка то есть те которые ближе всего находятся наверно к вашему дому тоже дорогие читатели может быть образец номер четыре нас развлечен чуть больше доброход ага меньше жидкости прямо если в предыдущих образцах жидкость все-таки покрывала да то здесь мы лицезреем рыбу была изготовлена судя потому что пишет на банке всяком случае она была изготовлена в море она была изготовлена на месте вылова ну запах такую да здесь присутствует кстати сказать вот в этом вы запах не резкий да не резкий есть выкладываем собственно жидкость на этом завершилась да здесь меньше всего жидкости ну почти как моем детстве консервы утрамбованы смотрите сколько и опять вот без рекламы это при том что это стоит на 50 рублей дешевле чем консервы собственной торговой марки от которых такое чувство что здесь да реально больше чем это масса рыбы здесь явно больше посмотрите жидкости очень 272 272 а здесь даже 245 ну то есть соответственно здесь даже на 15 граммов больше чем пахнет приятно ну давайте попробуем а вдруг на вкус окажется все не так до ну я дам ей шанс возьму кусок побольше я бы съела и 2 на мой взгляд она как раз не сухая хотя я взяла хвост кусочек а хвост это менее жирная часть рыбы да она не сухая у нее нет резкого запаха нет резкого какого-то вкуса приятная рыба и да там наверное чуть-чуть перца лаврового листа это такой что-то поярче вкус чем если это просто в рыбном собственном я поставлю ей 9 10 я сейчас попробую следующий все хорошо в сравнении ну да ну пока 9 до потому что это прямо и по объему по массе по всем параметрам в целом даже я могу сказать что как ведущий даже то что я по сравнению с предыдущим приятно удивлен я не буду загадывать потому что я знаю какая на вкус это рыба 10 очень вкусно я поставлю 9 потому что опять же на мой взгляд чуть-чуть много соли больше чем вот она просто чувствуется но эту рыбу хочется съесть съела один кусочек можно попробовать еще вот это главный показатель туда самым дима не время презентабельно мясо очень красиво она она вкусная она вот рыбная рыба на все сбалансировано с учетом баланса цена-качество как мы понимаем вообще на данный момент вне конкурентов но вообще да действительно вне конкурентов да ну и положили больше и не отравили образец номер пять это не сайра это сардина и васи которую собственно говоря как пишет русскачество довольно часто выдают за сайру и васи меньше по размеру ну кстати что то мне подскажет что возможно дольта в предыдущих в каких-то из предыдущих банк была и васи давайте попробуем для сравнения может быть тогда и не стоит покупать столь дорогую консервированную рыбу если гораздо более дешевая а стоит она 89 рублей 99 копеек если вот это гораздо более дешевая рыба окажется вполне себе на тарелочку подходящий ну давайте посмотрим что здесь у нас внутри здесь у нас рыба достаточно тягучая да она как заявляет производитель также изготовлена в море 264 тоже не обманули тоже даже с перебором сюда налили здесь рыба пострадала когда ты вытаскивал может быть она такую должна быть это же все таки и васи они сайра будет и кстати она даже вот и похоже почему и васи называли селье ошибочно давайте попробуем если считать что это селедка то неплохо неплохо да конечно она не похожа на сайру она не похожа на сайт она не сухая да это вот консервы из селедки по вкусу то есть в предыдущих образцах у нас все таки было видимо скорее всего потому что у этой рыбы вкус совершенно другой но конечно здесь есть масло даже вот она кругляшками плавы она не заявлено наверное это не совсем верно должно быть все таки заявлено все что в банке находится меня смущает что она разваливается может быть для этого вида рыбы это нормально хотя мне кажется любая рыба разваливается в том случае если она например была переморожена или какой-то не совсем там свежий но на вкус она приятная не сухая да я поставлю тогда ей 9 а предыдущему доброфлоту 10 10 но предыдущие консервы они 9 дима тоже 9 ну как ощущение впечатлений вот по идее я все время покупаю такую марку и василь и вот сегодня вкус возможность того что без хлеба хотел он показался немножечко другим то есть от это ты покупала трубы в принципе с учетом то что он стоит 90 рублей ну для 90 рублей вообще а предыдущий доброфлот сколько стоил 160 170 169 99 ну а первая наша рыба которую как бы самый дешевый саре 124 99 то есть на 35 рублей дороже но там были бы 90 рублей я пожалуй поставлю 7 это только из-за того что из-за доброфлота потому что тот был на мой взгляд самый оптимальный вариант и власти это все-таки селедка если соус айра более-менее нейтральный вкус ну сравнительно так как это рыба у рыбы в принципе выраженной то и васи больше вкус сельди возможно кому-то это не нравится кто а тебе тоже не нравится это не на я спокойно к этому но много я бы ее не съела вот из-за этого вот этого привкус селедочного по соотношению наверно очень очень неплохо очень неплохо и того 7 таким образом собственно говоря наши победители становятся понятны в принципе если покупать сайру то видимо доброфлот а это рыба для в оси собственно цена-качество тоже в общем неплохо под маркой фишхаус никого не хотим обидеть самое интересное наблюдение да как один и тот же производитель для разных торговых марок и торговых сетей может по-разному делать одну и ту же рыбу не сказать что какая-то из этих трех изготовленная вот эту подмосковную фирму было блестяще то что ваши оценки сами об этом говорят вот фишхаус только 888 до видимо для себя они все-таки или до какой-то торговой марки они постарались да но к сожалению все что было приготовлено для торговых собственных торговых марок торговых сетей было печально в очень качество и надо сказать что торговые сети видимо приучили покупатели к этим собственным торговым маркам потому что стоят они вовсе не дешево особенно в случае с магнитом получается самый 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 дорогой образец откровенно испорченным поэтому вот поэтому дорогие друзья да делайте выводы мы ни в коем случае не можем давать вам совета вот но тем не менее если вы решите чем-то запастись но наверное вы можете воспользоваться результатами нашей дегустации однако очень важно если вы хотите купить что-то впрок большой партии обращайте пожалуйста внимание на дату выпуска объясню почему не только из-за сроков годности а из-за того что если вы покупаете большой партии вот такие вещи как консервы попробуйте сначала одну постольку поскольку день на день не приходится даже на мясокомбинатах порой бывает так что сырье в один день прекрасно а в другой день чего-то не привезли заменили разбавили вот уже одна и та же тушенка под одной и той же марка совершенно разный вкус и то же самое с рыбой даже есть больше постольку поскольку совершенно непонятно какую сегодня выловит какой сегодня используют замороженную либо свежую вот побыстрее переработать поэтому если покупаете много обращайте внимание не только на дату и на марку вот но еще будем очень надеяться что всем нам не придется делать эти запасы